100 килограммов марихуаны уничтожили в Петропавловске. Наркотические средства полицейские изъяли на придомовом участке у жителей областного центра. Дикорастущую коноплю сожгли, а мужчину ждет уголовное наказание. С начала года из незаконного оборота стражи порядка изъяли почти 400 килограммов различных наркотических веществ. Подробности в материале пресс-службы профильного ведомства. На этот раз в печь отправили 100 килограммов марихуаны. Ее стражи порядка изъяли во время одной из операций. На частной территории Петропавловске росла целая плантация дикорастущей конопли. К акции по уничтожению зелья присоединились волонтеры клуба Комкор. Мы сегодня стали очевидцами уничтожения наркотических веществ. Марихуана не высушена весом 100 килограмм. Мы приветствуем, что наши правоохранительные органы изъяли и не допустили оборот наркотических веществ в нашем регионе. Представьте себе, сколько жизни молодых людей удалось спасти. Мы считаем, что данные мероприятия нужно проводить публично с целью профилактики среди подростков. С своим присутствием на данных мероприятиях мы говорим нет наркотикам и призываем общественность к здоровому образу жизни. Во время акции ее организаторы рассказали о печальной статистике. С начала года в северном регионе от передозировки наркотическими веществами умерли пять человек. Врачи около 70 раз выезжали для оказания экстренной помощи североказахстанцам, причем в семи случаях к несовершеннолетним пациентам. С нами проводится акция сжигания наркотических средств. Уничтожается марихуана весом 100 килограмм, которая взята на частной территории жителя города Петропавловска. На сегодняшний день к уголовной ответственности привлечено 78 человек. Мы пригласили поучаствовать в уничтожении ребят-волонтеров клуба «Комкор». Наша совместная работа с молодежью – это необходимые цели в профилактике наркомании. С начала года из незаконного оборота полицейские изъяли почти 400 килограммов различных наркотических средств, в том числе 1 килограмм 340 граммов синтетических препаратов. Алишер Ашимов при содействии пресс-службы областного департамента полиции.